Дорогие друзья, сегодня мы получили заказ. Заказ у меня не очень большой, еще часть я уже отдала, мне клиенты приходили. И сегодня я вам покажу некоторые продукты, которые я заказала в текущем каталоге. Начну я с мужской туалетной воды Венчи Бьёнд. Вот эта туалетная водичка, видите, сколько у нее осталось? Ее очень часто используют у нас в офисе на тестерном столе. Плюс у меня муж, ею пользуется, ему очень нравится и мне нравится. Она обладает таким мягким, теплым ароматом мандаринов. В общем, это цитрусовый аромат, который очень хорошо вписывается сейчас в текущую летнюю ситуацию, потому что он освежает, а зимой он согревает. Создатель аромата это филиппина Куртьер. В силу семейной традиции ей суждено было стать парфюмером. Она всегда страстна в своем поиске нового вдохновения и в поиске новых ингредиентов. Она уже разработала свой фирменный стиль и работает со многими известными брендами, в том числе и с Арифлейм. Тип аромата древесный, фруктовый. Верхние ноты идут мандарин, дыня, груша. Ноты сердца, железный дуб, каскалон, листья фиалки, каскалон, не знаю, что такое, не могу сказать. Базовые ноты амбра, пачуля и двояковое дерево. То есть вот такая прекрасная туалетная вода Венча Бьонт. Пользуется спросом. Она недорогая, то есть по ценовой шкале. Ее очень часто покупают. То есть видите, у нас ее используют, она нравится. У нее, кстати, такой не очень, такой простенький флакончик. Это и, наверное, влияет еще на ценовую, да, то есть шкалу этой туалетной воды. Плюс объем идет, по-моему, 100 миллилитров, да, точно, 100 миллилитров объем. То есть вот, пожалуйста, приобретайте. Еще одна туалетная вода, которая названа в честь Королевы Света Люсии. Эта туалетная вода называется Люсия Брайт Аура. Во-первых, она вдохновлена шведским праздником, который у нас празднуется в декабре. Есть у нас классический аромат Люсия. Кстати, флакон выглядит вот следующим образом. Это вот у Люсии Брайт Ауры. Ну и классический он выглядит так же, только там написано просто Люсия. И этот аромат создан на основе шведской полевой незабудки. Фруктово-древесный, древесный, со свежими цветочными нотами. У него средняя концентрация аромата идет. И в основе идет вот незабудка. Как я уже сказала, это сердце аромата. Но в начале, в первой ноте, это белая смородина и завершает шлейф кедр. То есть его, кстати, очень много берут, этот аромат, потому что он свежий. То есть кто любит свежие ароматы, берут аромат Люсия. И вот я вам сейчас покажу классический флакон. То есть классический флакон вот так выглядит у нас. Сейчас мы немножко его увеличим. Да, вот смотрите, классический флакон. А это Люсия А. Брайтаура. В чем разница? Разница в том, что классическая немножко сладость имеет. Все-таки это зимний аромат. И он немножко такой более теплый. А этот более холодный по своему окрасу. И поэтому его чаще берут, например, летом. Здесь в каталоге написано один из отзывов. С сайта Reflame, что мужчины в моем окружении говорят, спасибо, что от тебя пахнет свежестью и чистотой. Действительно, вот этот аромат как раз обладает нотами свежести и нотами чистоты. Кстати, покажу вам флакон классической туалетной воды Люсия. То есть смотрите. Вот Люсия Брайтаура. Флакон точно такой же, только, естественно, другой аромат. Немножко другое оформление. То есть форма флакона такая же. Приятный такой. Сейчас в заказе пришел вот такой лосьон. Я заказала большой объем. Это объем 750 миллилитров. Посмотрите, вот со стандартным объемом. Например, вот мы берем стандартный объем. Бутылочка. Но эта бутылочка 200 миллилитров идет. 250, да? Это 675. Посмотрите, он какой по объему своему. То есть достаточно большой. По спецакции идет. Классный лосьон. С ароматом какао и кокоса. Все примечательно, что дозатор есть. Чтобы это удобно. Еще один продукт, который пришел у меня в текущем каталоге. Это продукт, по-моему, он есть сейчас, да, в текущем каталоге. Это сахарный скраб для тела. Milk and Honey Gold. То есть это шикарный продукт. Вообще просто суперский. Он нежный. Он питательный. Он хорошо разглаживает кожу. Он по консистенции как мед. Вот такой, знаете, засахарившийся мед. Прекрасно отшелушивает. Восстанавливает. Увлажняет. То есть вообще прям после него кожа, не знаю, такая бархатная становится. Кстати, в нем содержится натурального происхождения вот эти вот отшелушивые частицы, которые вот удаляют от мертвейшей клетки кожи. Молоко и мед питают и кондиционируют кожу. И минералы и витамины восстанавливают ее природное сияние. Поэтому это очень такой классный продукт. Объем у него 200 миллилитров. И я считаю, что этот продукт должен быть в каждой ванной. Потому что он и мягко отшелушивает. Обеспечивает вот этот вот отшелушивающий эффект. Именно вот несмотря на... У него нет вот таких грубых частиц. Потом он придает коже мягкости, бархатистость. Имеет очень роскошную текстуру. Очень тонкий, тонкий медово-сливочный аромат. Такой прям тонкий. Вообще прям классный. Дерматологически он протестирован. То есть аллергических реакций он не возникает. Единственное, что на лицо не наносите, на тело. Для тела он... Ну и содержит натуральные частицы экстрактов молока и меда. Вот такой классный продукт. И еще, кстати, есть вот такой крем для душа. Крем для душа у нас... Очень меня любит муж. Кремы для душа. Потому что он, во-первых, насыщенный экстрактами молока и меда. Отлично пенится. Делает кожу тоже мягкой, мягкой, шелковистой. Еще содержит специальное покрытие, которое удерживает влагу в коже. Ну и как и вот скраб, они имеют такой фирменный аромат молока и меда. Он даже, вы знаете, вот есть такой назойливый медовый аромат. Вот я иногда беру... Ну вот иногда косметические средства нюхаю, там, предположим, пробую с других полок, там, да. Именно вот в магазинах или у других фирм. И они вот такой ярко выраженный аромат меда имеют. У нас нет. У нас вот такой медово-сливочный аромат. То есть такой приятный, очень теплый аромат. И то, что еще кремы для душа очень подходят для сухого типа кожи, это классно. Я вот люблю гели для душа, да. Муж у меня вот именно любит кремы для душа. И всегда пользуется только кремами для душа. Поэтому, если у вас сухой тип кожи, если ваша кожа шелушится, если ваша кожа поддревержена, там, предположим, стянутости, именно это вот для тела, да, я про тело говорю, то вот эти продукты очень классно вам подойдут. В этом заказе я взяла вот такой набор. Ну, он не набором идет отдельно. Идет спецпредложение на сайте Reflame. Восстанавливающий шампунь для сухих и поврежденных волос и кондиционер. Мы являемся спонсорами одной из интеллектуальных игр Квиз. Поэтому мы готовим сейчас подарки. Вот один из подарков, это будет как раз вот этот комплекс. Да, то есть это шампунь, который мягко очищает, именно работает с сухими и поврежденными волосами, оживляет, восстанавливает их, особенно вот кто химическую завивку делает, кто окрашивает волосы, да, то есть он вот подходит именно для такого типа волос. Именно у кого непослушные волосы, он делает их более, так скажем, шелковистыми. Тусклые волосы тоже подойдут для того, чтобы использовать этот шампунь. У кого жесткие волосы, тоже он делает волосы мягкими. Вот, например, я им не пользуюсь, этим шампунем. Почему? Потому что мне надо, чтобы волосы были жесткие, объем держали, да. А вот если я его буду использовать, у меня волосы будут мягкие, струящиеся, шелковистые. Текстура волос будет классной. Но вот, к сожалению, объем не держит, да. То есть это вот для тех, кто любит именно вот струящиеся волосы. Укрепляет структуру волосы за счет фитонутриентов, которые содержатся в этом шампуне. Он, естественно, протестирован дерматологически, о чем написано у нас на флаконе. Объем 250 миллилитров идет. И первый этап, это для комплексного восстановления волос. Вот у кого есть проблемы с секущимися кончиками, вот, кстати, в этой серии есть еще масло. Масло конкретно для секущихся кончиков. Поэтому берите этот шампунь смело. Берите обязательно кондиционер. Почему нужен кондиционер? Потому что он доводит до кондиции волосы. Шампунь, он снимает загрязнение. То есть снимает загрязнение и улучшает текстуру волоса. А кондиционер, он снимает статическое электричество. Он закрывает чешуйки волоса. Потому что кондиционеры, они такие все кремообразные. И при нанесении на волосы он закрывает чешуйки, что придает блеск волосам. Плюс кондиционер еще, естественно, ухаживает. Точно так же, да, как шампунь. Потому что в нем содержатся тоже фитонутриенты. И вот эта парочка очень классно подойдет для тех, кто хочет поухаживать за своими волосами. Именно для сухого типа волос они подходят. Иногда мне спрашивают, в чем отличие средств для интимной гигиены от одни от других. У них просто есть ингредиенты, которые добавлены в эти средства. Это все средства идут очищающие. Кстати, не стоит ими мыть лицо, потому что они содержат молочную кислоту. Она совершенно нам не нужна на лице. Она нужна в определенных только зонах тела. И вот это успокаивающие гели интимной гигиены. То есть само название говорит за себя. То есть содержит алоэ вера экстракт, плюс прибиотик содержит. А что такое прибиотик? Это еда для наших полезных бактерий, пробиотиков, которые живут на поверхности нашего тела. Соответственно, сейчас даже вот, кстати, в новая тенденция идет. Есть сыворотки для лица с прибиотиком. Есть тональные кремы. Вот у нас есть тональный крем для лица, который содержит тональная основа, который содержит тоже прибиотический комплекс. То есть они встраиваются в структуру поверхностных, так скажем, знаете, на коже живут большое количество бактерий. Вот они встраиваются в этот микробиом, так скажем, и начинают работать, и наша кожа становится лучше. Поэтому этот гель для интимной гигиены успокаивающий, именно зелененький. То есть его больше, кстати, и чаще всего заказывают. Сейчас вот как спонсорская помощь для интеллектуальных игр я заказала пять кремов. Это будет один набор у нас. Такие прикольные кремы, вроде названия, да, козы написано, козы. By the fireplace. В переводе обозначают, да, это выражение. Уютно у камина. Уют у камина. То есть это, конечно, идут кремы с новогодней тематикой, но они очень классные по качеству, эти кремы. Содержат ваниль и, по-моему, корицу. По-моему, корицу. И эти кремы хорошо, во-первых, смягчают, во-вторых, они питательные. Есть в них еще имбирь. Имбирь. Потому что раз это такой теплый новогодний аромат, поэтому обязательно есть вот эти приправки. Руки будут мягкими, гладкими. Очень идеальный подарок. Поэтому он является такой, знаете, согревающий аромат. Хоть часы жара у нас, лето. Но, тем не менее, зима не за горами. Поэтому еще очень хорошо, кстати, для подарка идут, потому что имеют такую яркую праздничную упаковку. То есть вот такие пять кремов для рук я заказала. В офис к нам приходят женщины, которые не имеют возможности заказать более дорогие кремы в силу не очень высоких доходов. И мы всегда предлагаем бюджетные варианты. Бюджетные варианты ухода. Это вот как раз-таки универсальный улажняющий крем для лица из серии Essence Cells. Крем для кожи тройного действия идет. То есть можно использовать его и утром, и вечером. У него нет СПФ защиты. Но обязательно, вот если вы, так скажем, подвержены пигментированию на лице, то нужно обязательно использовать какое-нибудь там сверху средство защиты. То есть или это может быть тональная основа, или пудра с СПФ фактором. Он идет глубокое увлажнение. Это защитный, кстати, крем. Идеально очень дополняет дневной уход за кожей, также ночной. Ну и кожу увлажняет до 12 часов. То есть не содержит парабенов. Протестирован тоже дерматологами, о чем написано здесь. Содержит витамин Е. Содержит глицерин, масло канолы. Подходит для лица и тела. Можно использовать всей семьей. Еще, кстати, хочу вам показать сразу, как и долго используется этот крем. То есть, например, вот если вы его храните, он у нас приходит вот такой закрытой оболочке. Крем. То есть все кремы Арифлейм, они запаяны идут. И здесь вот на обороте пишется, то есть X0425. То есть в закрытом флаконе этот крем может храниться до апреля 2025 года. Но, естественно, если вы будете хранить его не на жаре и не в холодильнике. В холодильнике вообще не рекомендуется хранить кремы. В прохладном сухом месте. То есть такой комнатной температуры. Но если вы открываете, здесь вот есть такая баночка с крышечкой и написано 12 месяцев. То есть крем может использоваться 12 месяцев. Здесь есть инструкция. То есть можно вот так вот отодвинуть и прочитать инструкцию. То есть вот здесь внутри. Там информация о креме. 150 миллилитров его объем идет. И, кстати, эту серию очень любят. Она вот относится как раз к разряду бюджетных серий. То есть у нее стоимость крема колеблется где-то там от 250 до 350 рублей. И, соответственно, поэтому люди, не имеющие возможности купить более дорогой продукт, берут вот именно это. Еще один продукт, который сейчас пришел, это вот такой спрей для тела. Ну, называется Mist. То есть Fragrance Mist. Это продукт, который можно наносить полностью на все тело. И содержит он этот аромат. Верхние ноты сочный инжир, ноты сердца лилию, а базовые ноты это бархатистая ваниль. И уже по названию нот можно предположить, что это восточный аромат. То есть восточный, теплый, изысканный. И, кстати, когда я читала описание про этот аромат, он прям начиналось так. Закрой глаза и ощути, как настает время поцелуя. Очень нежный такой, сочный, сладкий, утонченный, обволакивающий. Содержит ванильные ноты тоже. То есть это фруктовый аромат, который, кстати, пользуется популярностью. Что еще можно сказать? Смотрите, бутылочка, она пластиковая. То есть чем хорош пластик? Относительно стекла. В дорогу с собой брать очень удобно, потому что он легкий, легкий, не занимает много места, наносится на все тело. В принципе, неплохо держится. Объем у него 75 миллилитров, у этого аромата. Поэтому у нас он тоже, кстати, хорошо пользуется спросом. Приходит он в такой коробочке. И сейчас его можно заказать. Поэтому обратите на него внимание, кто любит восточный аромат. Сейчас расскажу немного о подводках. То есть вот такие подводки серии Ancolor. На прошлой неделе пришла женщина и говорит, я хочу вот такую подводку, беру ее уже много раз. Я, кстати, ею не пользовалась. Знаете, я пользуюсь подводкой Giordani Gold. У нее более тонкая кисточка, чем у этой. У этой подводки идет кисточка фетровая. То есть вот если я открою, я вам покажу. Видите, она тоненькая, хорошая, классная кисть. Вот для тех, кто только-только начинает, так скажем, пользоваться подводками, потому что у нее наконечник более, так скажем, плотный по текстуре, нежели чем у подводки Giordani Gold. Поэтому вот эти подводки я специально взяла. Одну на тестерный стол взяла, чтобы было иногда спрашивать, потому что посмотреть именно кисточку. И вот под заказ, потому что они, в принципе, пользуются спросом. Почему я эту не использую подводку, именно Giordani Gold. Мне не хватает ее длины. Мне хочется подлиннее. То есть мне как-то вот более удобно, когда вот более длинная идет кисть у подводки. Ну и у Giordani Gold стойкая вообще, шикарная подводка, стойкая, даже если поплачете, она не сотрется. Поэтому я использую ее. Но эта, кстати, пользуется спросом, потому что она имеет такую бюджетную цену и хорошо очень для тех, кто вот не очень уверенно пользуется подводками. Еще один продукт, который я заказала в этом каталоге, это вот такая тушь Lush Lush Extension. Я покажу сейчас ее кисточку. Мне эта тушь нравится. Я ей когда-то даже пользовалась. то есть у нее кисточка идет не силиконовая. Концентрируем. Вот так. Не силиконовая кисть, видите, ворсовая. И она идет вот такой изогнутой формы. Зачем? Потому что эта тушь обладает эффектом подкручивания. Подкручивание и делает взгляд более распахнутым. То есть она прекрасно наносится. Она не водостойкая. Но она, кстати, неплохо. Ну, не знаю, мне она нравится. Она неплохо дает объем хороший. Я вот не очень люблю кисти силиконовые. Я больше люблю такие вот именно ворсовые кисти. Поэтому я эту тушь рекомендую. Мне она нравится. И в принципе то, что кисть изогнутая, просто вы привыкаете постепенно к этой конфигурации. А я человек, который любит пробовать новое. Поэтому я не обращаю внимания иногда на конфигурацию кисти. Я обращаю внимание на качество, которое приобретают ресницы после нанесения туши. Поэтому для того, чтобы понять, нужно обязательно попробовать. Рекомендую. Цена хорошая. И сейчас она идет в каталоге. Поговорим про распродажи и спецакции. Как вы уже обратили внимание. Да и вообще, кстати, я когда выкладываю видео, меня все время спрашивают, какой у вас лак нанесен на ногти. Сейчас конкретно у меня нанесен вот этот лак. То есть гель-лак называется он Коралл 411-90. Вот такой вот гель-лак. Я люблю лаки менять, поэтому я их использую, очень-очень часто меняю. И меня все время спрашивают. И вот совсем недавно где-то под одним из видео тоже задали вопрос, какой у вас лак. Вот Тауп 418-89. Шикарный лак. Я как только увидела его в распродаже сейчас, я его себе взяла, потому что у меня он уже закончился. Очень нравится вот такой цвет. Я люблю темные такие контрастные яркие лаки. И он видите, он такой и не коричневый, и не сизый, и не серый. То есть такой какой-то немножко коричнево-голубого синеватого тлива. Очень классный. Очень классный лак, очень модный цвет. Поэтому я сейчас его взяла в распродаже. Еще один продукт, который сейчас появился у нас в спец предложении на сайте. Это специальное смягчающее средство. Это с ароматом смородины. Давненько его не было уже. И вот если кто смотрел в начале ролик, посмотрите, у меня обязательно в зоне доступности всегда лежат специальные смягчающие средства. То есть я их использую. Это у меня идет юбилейная серия еще давнишняя. Он уже закончился. Но просто очень красивый флакончик. И мы оставляем, показываем, что еще и такие бывают специальные смягчающие средства. Это вот клюква. Клюква вот мы им пользуемся. Я и муж пользуемся им. Поэтому они у нас всегда в зоне доступности. В сумочке моей есть мятное средство. Ну и сейчас я взяла с черной смородиной продукт для ассортимента. Потому что бывает приходит человек и говорит мне специальные смягчающие средства. Я так они совершенно все идентичные по своим свойствам. Содержат пчелиный воск, который обладает антибактериальным свойством. То есть заживляет все кутикулу, ранки, порезы. Сейчас актуально комаринный укус. У меня вот здесь кот меня поцарапал. Я им смазывала тоже, чтобы заживала. Поэтому вещь очень сейчас особенно в летний период популярная. Ну и в зимний период для сухих участков кожи подойдет. Еще один продукт, который я взяла сейчас на распродаже. Это спец акции, которые идут именно для зарегистрированных покупателей в личных кабинетах. Это вот такой пенал. Пенал для кистей. Потому что я сейчас ездила в отпуск небольшой, брала с собой кисти. Было очень неудобно, что кисти приходилось хранить в кулечке. Потому что большой пенал мне не нравится. Большой, то есть неудобно. А вот этот маленький пенальчик как раз для нескольких кистей, которые можно взять с собой. Я себе заказала. Я давно уже на него смотрела. И с точки зрения компактности мне он понравился. Как раз несколько кистей взять, чтобы макияж наносить уже более качественно. Вот такой пенальчик. В завершении я покажу еще один аксессуар, на который я сейчас стала обращать внимание. Раньше никогда не носила часы. Сейчас стала обращать внимание на часы, потому что у нас в Орифлейм появились в коллекции Норхен всякие разные часики. Я их стала использовать как красивые аксессуары. Например, одеваю какое-то платье соответствующее и часы меняю. Смотрите, какой классный. А эти часы они тут вообще необычного цвета, желтого. Поэтому я просто взяла, потому что они такого оригинального оттенка идут. Сейчас мы их рассмотрим. Они тоже были по спец акции у нас. В коробочке подарочные приходят. Смотрите, какие прикольные часики. Такой летний вариант. Может быть, этим летом я их не поношу, потому что не знаю пока еще какая одежда и так далее. А вот на следующее лето я подготовлюсь, потому что у них очень необычный цвет. Идет желтенький. Они идут на пластиковом ремешке. У меня аллергия на металл. И соответственно я люблю больше, когда металл не содержит каких-то вредных добавок. И тут просто такой прикольный классный ремешок желтенький. То есть вот вариант. Вот такие еще часики. Ой, вверх, дай мне показываю. Вот такие часики я еще заказала. Классные летние для следующего года. То есть они сейчас идут тоже в распродаже. На этом у меня обзор закончен. У меня еще были некоторые продукты, но я их уже отдала своим клиентам. и вот то, что у меня осталось. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезно это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч. Под видео задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. с удовольствием. Продолжение следует...